Мы уже на сельхозпроизводстве более 20 лет. Площадь располагаема 2400 гектар пашни и 400 гектаров стенокосов и пастбищ. В структуре посевных площадей у нас преобладают озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень, просок. Пропашные культуры в нашем хозяйстве – это кукуруза и подсолнечник. Кукурузой мы уже занимаемся более 10 лет. Гибриды мы в основном сеем сингентовские. На данном поле представлена кукуруза фортага. Кукуруза вообще очень сильно боится сорняков, особенно с лаком. Где допущено или огрех, или невозможность обработать из-за рельефа почвы, там кукурузы нет. Для этой зоны наиболее вредоносными сорняками являются взенок полевой, куриная проса, ромашка непохучая. Гербицидная обработка по кукурузе должна быть проведена своевременно, и она имеет большую роль. И далее идет обязательное давление, подкормки. Без гербицидной обработки, достойного урожая, по кукурузе не получишь. В течение своей деятельности по выращиванию кукурузы мы из года в год всегда пробуем обработать препаратами разных фирм. И в итоге мы остановились на илюмисе. Мы уже на протяжении пяти лет работаем только илюмисом. Мы стоим на поле, обработанном илюмисом, в дозировке 1,3 литра на гектар, в фазу пяти листьев. И сейчас мы находимся на краю обработанного и необработанного участка. Видно, что там, где обработаны илюмисом, чистые редки, свободные от сорняков. Рядом необработанная площадь, которая заросла к сегодняшнему дню сорняков. Обработка илюмисом прошла около 20-го числа мая. С момента обработки прошло больше 50 дней. Мы видим до сих пор, что чистые редки илюмис с задачей полностью справился. Фазы применения бывают погодные условия, что мы не можем войти и начинать делать обработку. В фазе третьего, четвертого листа такая обстановка сложилась у нас в прошлом году. Мы делали фазу шестого листа. В результате сорняк был убит, кукуруза не пострадала. Это и применение илюмиса я еще доказывал. Испытывали разные гербициды и в конечном итоге остановились на илюмисе.